Добрый день! С вами Ирина Багнюк, канал Усадьба Багир. У меня есть видео, где я рассказываю про жертвенные ветви. Так и зовется, жертвенные ветви. И там на примере этого боярышника я показывала, что жертвенные ветви могут быть не только внизу дерева, но и жертвенная, так сказать, вершина. И вот этот сезон, то есть то, что я показывала тогда, вот еще этот летний сезон, они у нас подросли. И сегодня мы будем их удалять. То есть я хотела показать, как они реально, что они сработали. Где мы получили толщину, где и как они сработают. То есть мы их будем обрезать, и это будет видно. Сейчас у нас вторая половина сентября. Обрезка как таковая у растений не делается, дабы не спровоцировать рост. Пока у нас есть листва, чтобы не спровоцировать новый рост. Но у нас новый рост уже не будет, так как по ночам уже бывает плюс восемь. А дальше будет, обещают, еще ниже плюс пять. И рост вряд ли будет. Потому что почек роста и так нету. Ну новых прям вот, которые вот-вот пробудятся сейчас на данном дереве. На некоторых есть. Поэтому смотрим конкретные деревья. И, собственно, они уже вряд ли сейчас появятся. А хочется сейчас сделать, чтобы срезы, они будут довольно большие, чтобы они начали заращиваться в этом году. Можно, конечно, обрезать. И уже когда дерево сбросит листву, и потом обрезать. Но тогда как бы погода мокрая. И срезы будут больше мокнуть, меньше солнца. И они еще не начнут заращиваться так хорошо. Идут в зиму, так сказать, свежими почти что. А планируется ему зимовать именно на улице. Совсем на улице, не в теплице даже. То есть подверженному дождям и всему такому. Поэтому, значит, сейчас я его покручу, вы его посмотрите. Высота у него огромная, жертвенная вершина, которая вот он рос, свободно рос. Две их даже, вот такая развилка. Что нам давало? Утолщение по всей длине ствола. То есть вот когда у нас растет вершина, жертвенная или в принципе вершина нам нужна, она хорошо растет. Она у нас утолщает по всей длине ствола. Вот покажу. И действительно это получилось. Это хорошо. А жертвенные ветви, вот они боковые, их очень много. Вот они, вот они. Это все. Они утолщали каждый на своем уровне. Они все, тут разветвленная система, он такой полулежачий этот боярышник. Сейчас все обрежем, будет видно. И каждая утолщала на своем участке. Так, ну мы начнем с нижних ветвей, потому что тогда хоть что-то будет вам видно, и оно мне не будет попадать постоянно в лицо. Так, значит. Сейчас с какой, чтобы было видно. Вот с этой вот начнем. Вот, самая-самая нижняя. Она у нас идет. То есть вот у нас основной ствол. Он тут весь такой разветвленный. И у него идет вот такой стволик вниз. Сюда огибает камушек. И на нем, чтобы он был очень-очень тоненький изначально. Поэтому, увидев, что тут почечка растет, я дала этой ветве расти. Она, конечно, в самом низу. Она из жертвенных, одна из самых таких маленьких. Но все равно она очень хорошо здесь поработала над толщиной. И вот это вот все подросло. Но сейчас мы ее убираем. Так, сейчас я ее найду. Где она там? Срезаем. Сейчас, возможно, с небольшими пенечками срезаем. Мне плохо туда видно. Вот. Вот что мы получили. Вот, вот, вот. Вот она вот так растет. Следующая вот эта. Она на следующем такой... Ну, буду называть их как бы корнями. То есть это один корень туда уходящий, этот сюда. И вот она тоже. Так, как бы тут показать. Вот так, наверное, будет видно. То есть вот. Вот он был, да. Был когда-то вот такой тоненький, как внизу. Не знаю, насколько это все видно. Листья тут. Но с помощью нее хорошо окреп. Потому что вот видно ее толщину. Пока она маленькая. Пока она вот такая жертвенная ветвь, да. Она ничего не работает. Ну, он просто растет тут и растет. Как бы много лишнего было. Я не удаляла вот эти мелочи. Поэтому. А когда она достигает хорошего размера, она уже растет, утолщается. И утолщает вот эту часть. Поэтому вот она была. Теперь убираем. Теперь убираем, потому что еще... Сейчас. Сейчас уберу и расскажу. Убираем, потому что уже сейчас мы можем с ее помощью. Здесь сильно будет толстая, а сюда будет конусность обратная. Поэтому следим за этими ветвями жертвенными. И надо убрать в нужный момент, чтобы не получить обратную конусность. Что еще способствовало бы здесь получению обратной? Она здесь не одна была, а вот еще. Вот это тоже жертвенная ветвь. И они рядышком. То есть они тут обратную конусность сделают просто очень быстро. Поэтому убираем и эту тоже. На пенечки не обращайте внимания. Мне просто неудобно подлезть. И не хочется еще на это... Ай! Колиться. Тратить время. Поэтому пенечки потом буду обрезать аккуратно. Вот. С этой тоже все. Ну, корень его назовем тогда. Так проще. Один, второй. Идем дальше. Дальше у нас вот тут малюсенькие, которые... Ну... Так. Точно убираем. Возможности у него вырасти и тут что-то увеличить толщину нет. Слишком он маленький. Убираем. Рядом. Вот этот. Он идет... Почему тоже было оставлено как жертвенное? Потому что... Вот как бы основной ствол уходит. А тут вот корень. Вот там от этого ствола идет корень вниз. И вот эта ветвь, она именно на том корне. Утолщала тот корень. Ну и естественно. И тем самым утолщалась и тут. Тоже сейчас убираем уже. Уже не нужно. Постепенно у нас вырисовывается само дерево. Вот. Вот. Следующий наш корень. Вот он идет сюда. Тоже был не самый тонкий, как вот этот вот первый, что мы брали. Но тоже довольно тоненький. И вот эта ветвь прекрасно прям сработала. Прям очень хорошо. Вот мы на этом уровне. Видно. Видно, как оно стало все потолще. Тоже убираем. Не видно совсем. Так. Вот. Осталась тут малюсенькая. Тоже ее убираем. Незачем уже. Потому что толщина более-менее приличная. Так. Вот. Вот. Теперь мы видим, собственно, наше дерево. А не вот этот комок. Куст. То есть вот у него основной ствол. Он полулежа такой. Такой вот. Ну, это гемодорный вариант. Вот такой он был. Выкопала он такой. Он был заглублен вот так в земле, когда мы его выкопывали. Это все можно было откопать. Тут у нас идут корни. Здесь у нас вот. Вот тут прекрасный корень вниз уходит. Этот укрепляет, держит. Ну, эти вот тоже хорошо. Так что вот такая вот каракатица, так скажем, на камушке. Ну, камушек, естественно, я уже сделала. Так. Ветви эти мы сейчас не трогаем. Обрезку им не делаем. То есть мы обрезаем только жертвенный. Санитарно, так сказать. Мы или можем обрезать осенью санитарно, или вот жертвенный, чтобы они начали заращиваться. И вершина. Так. Вершина у нас. Вот отсюда вам лучше видно. Вот. Вот она идет. Ну, изгиб такой. Да. Чуть толще, чем тут. Потом вот ровненько. Ну, а потом вообще как бы ровное. Это точно не нужно. Вот здесь тоже не очень, потому что ровненько. Поэтому мы обрежем аж вот так. Оставив вот эту веточку. Можно было бы оставить эту. Но она, во-первых, вот с лица, если смотреть, уходит назад. Это не очень хорошо. И вот эта вот ровная часть. Ой, вот эта ровная часть тоже не очень хорошо нам тут. Поэтому. Маленькие клещи. Поэтому вот так. Тоже сейчас сделаю. Нет, и этих не хватит. Сейчас, секунду. Секатором срежем большую часть. Потом обработаем. Ой, сейчас она упадет. Мне не получится ее, наверное, держать. Боярышник не такое мягкое дерево. Поэтому... А еще и сидя снизу обрезать не очень удобно. Сейчас, секунду. Вот. Поймала. Держи. Вот. Потом это все будет обрезано, обработано. Естественно. И вершина будет... Или эта веточка разовьется, или тут на срезе что-либо еще пойдет. Или здесь может пойти. Боярышник очень легко вот в таких местах пускает тоже побеги. Вот. И это будет уже у нас... Ну, даже если это будет вершиной, она вполне такая симпатичная. Здесь будет наискосок срезано, обработано. И все. Он отправляется опять на улицу. Заращивает срезы. Сейчас еще в теплые дни, так сказать, сентября растет. Заращивает. И потом уходит в зиму. Спит. А на будущую ось... И осень будет... Ой, осень. Весной, когда пробудется, он будет расти вот эти веточки лучше. Эти ветви я за этот сезон практически не обрезала. Может быть, какую-то один раз буквально. Но, судя по срезам, нету таких вот штук. Вот эта, наверное, была, может быть, в начале лета. Вот. И все. Потому что вот жертвенные ветви забирали все. Все силы. Они росли хорошо. А эти, собственно, не росли. Но, собственно, это меня устраивало, потому что я их спокойно развела. Вот тут проволока есть. Вот здесь у нас притянуто. Это можно будет проверить. И уже... Чуть-чуть она поднялась выше, поэтому я ее верну. Вот. Как нужно. Что это остается. Где-то проволока будет проверена, будет убираться или не будет. И они как бы вполне приличные ветви. Они не переросли за это время. В них не выросло каких-то огромных, больших волчков, которые не нужны. Которые утолстили их очень сильно. То есть мы добились утолщения всего вот этих вот наших корней. Немножечко утолщения ствола. Не в ущерб ветвям. То есть ветви вполне гармоничны. И вот она. Вполне ее толщина соизмерима на этом уровне со стволом. У этой тоже. Потому что это еще не вершина. Вершина будет все-таки... Самое готовое дерево. Уже где-то так. И это будет явно не верхняя ветвь такой толщины. Не знаю, насколько видно из-за листьев. Как-то так, да? Вот у нее вполне приличная толщина. Эта, которая повыше, тоже. Мы начнем расти выше. Растить выше. И это более-менее тоже вот она. По толщине подходящая. Есть тоненькие. Так что разгон вот этих вот наших ветвей или корней. Неважно, как их назвать. Частей ствола прошел не в ущерб вот этим ветвям. Эти ветви не сильно изменились. Не сильно переросли. А жертвенные, да, было жутко неудобно. Его никуда не поставишь. Потому что они или в бока мешают другим. Или вверх мешают. Он не мог стоять, собственно, ни на каких полочках. Вот ходить вокруг него было неудобно. Он колется эти жертвенные во все стороны. Но это того стоит, если есть цель. Два года у него были вот эти жертвенные ветви. В таком большом размере прямо. Вот они за этот сезон еще подросли. Но и в прошлом тоже были очень большие. Так что вот, если вам нужно добиться разгона каких-то частей, корней ствола или еще где-то какой-то части ствола, то спокойно пользуйтесь жертвенными ветвями внизу или даже жертвенной вершиной. Все. Вот так вот получилось. Посмотрите. Его весь еще. И будет он постепенно будет формироваться. Его формировку не планирую в видео. Он именно вот был для показа жертвенных ветвей. Так что дальше он как бы в видео участвовать не будет. Просто иногда, может быть, какие-то там фотографии в сетях будут. Все. Готово. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Ну, в данном случае каких-то других деревьев. Удачи! Удачи!